Он такой белый и пушистый, все время спрашивает, что с тобой приключилось, я понятия не имею, а при этом в перерывах ее избивал. Насколько все это обусловлено алкоголем, а насколько типом личность? Это больше со стороны мужчины возникает, но, опять-таки, дыма без огня не бывает. Мы уже посмотрели это ужасное видео, жестокое, где он буквально истязает женщину, которая ползает на полу. И вот она вшла в эти отношения, он дальше ее управлял, манипулировал, почему жертва там находится, почему насильник выбрал именно ее. Полиция приезжает, уезжает, а сейчас возлагается все на полицию, хорошо. Жертва почему терпит? У нас у Казахов традиционно женщина всегда почиталась, мама всегда почиталась. Это такая молчаливая статистика. Если даже один раз ударил, все, значит, будет бить всегда. Она все-таки хотела, наконец, выйти замуж. Здравствуйте, сегодня у нас в студии Жанар Джандосова, социолог, общественный деятель. Дауренбек Кударов, психотерапевт, врач, это не психолог, не коучер, это именно врач, дипломированный собственной практикой. Что мы сегодня обсуждаем? Мы обсуждаем суд, за которым наблюдается вся страна, и мы попытаемся понять корни домашнего насилия, что там, где социальный аспект, а где, можно сказать, уже что-то в психике заложено, либо детством трудным, либо, может быть, еще более как-то глубоко. Вы смотрели все суд, скажите, вот, Доренбек, у меня первый вопрос к вам. Я, когда смотрела уже вот видеозаписи с самого того дня, да, этого трагического, первый вопрос у меня возник такой, насколько все это обусловлено алкоголем, а насколько типом личности, уже какими-то проблемами в психике человека? Или это тоже все связано? Вот даже на прошлой неделе мы уже посмотрели это ужасное видео, жестокое, да, где он буквально истязает женщину, которая ползает на полу, оправдывается, и голос у него пьяный, такого отвратительно пьяного человека. Это все алкоголь или это голова? Конечно же, это корни лежат в психике глубоко, это его убеждение, это его восприятие мира, однозначно. Алкоголь здесь выступает как-то катализатором, то есть ситуация, которая обостряется алкогольным объединением, возможно, в стрезвом состоянии он бы этого не сделал, возможно, опять-таки. И здесь надо рассматривать, алкоголь не является причиной однозначно этого, это просто ускоритель, катализатор, который вскрывает эту проблему, которая глубоко в психике находится у него. Вот это ведь, вот этот вот абьюз, вот эта вот агрессия, которую он совершал, я сторонник вообще позиции того, что случайности не случайны, и здесь есть конкретные закономерности. Даже то, что вот они нашли друг друга, даже то, что они вот в отношениях, это определенная закономерность. И каждый ребенок, каждый человек, по сути, это ребенок своих родителей, то есть ребенок того общества, где он вырос. Поэтому здесь, конечно же, если говорить об истоках этой проблемы, то эта причина лежит, конечно же, от родителей, от того общества, где он рос, и туда надо смотреть, я думаю. То есть алкоголь, конечно же, это как бы побочный такой элемент, который все это обострил, и был дополнением для всего этого. То есть вы думаете, что в его семье такое происходило, и его отец бил свою жену? Скорее всего, возможно, я не знаю точно, мы не говорим о том, что он, может быть, точно так же бил, но то, что там был такой абьюзивный подход, то, что там была агрессия со стороны мамы, однозначно, по отношению к ребенку, это может быть проявлено и не проявлено, может быть скрытой форме. Вот поэтому это однозначно, то есть дыма без огня не бывает. Мы однозначно видим, что в этой семье были проблемы, из которых вышел этот ребенок. Эти проблемы, скорее всего, были не приняты, они были скрыты. Я так понимаю, что я насколько осведомлен, это семья карьеристов, успешных людей, это представители элиты, там у них есть свои, конечно, представления о том или ином своей ценности. И сын, которого мы сейчас обсуждаем, это как раз-таки представитель вот этого всего, что было в этой семье. Вот мы говорим часто в семейной психологии, если вы хотите узнать, кто вы на самом деле, посмотрите на своих детей. То есть они будут такими же? Они будут настоящими, такими же, как вот родители. Вот мы часто видим некую маску, да, родители, такие успешные люди, все хорошо, все красиво, нет проблем, любовь там и так далее. Но внутри что там, ведь только они знают. Каждая семья потемки, мы не знаем, что там внутри творится. И вот такие проявления в детях, такая агрессия, как раз-таки это показатель именно внутреннего состояния родителей. Вообще, то есть получается, ну, это то, что я как непрофессионал, да, тоже когда смотрю, я думаю, предполагаю, что и насильники, жертва, да, они как вот находят друг друга все-таки. Я даже читала что-то, ну, это уже совсем про маньяков, что там тоже у них есть какие-то вот даже невербальные сигналы, которые им подает жертва. Но это с этим очень осторожно, потому что тут не должно быть перехода в тоже обвинение жертвы, да, что типа тут очень это осторожно, потому что это, но опять-таки это то, что возникает в детстве, да, тогда. То есть не может быть насильник из семьи, где любящие папа и мама? Сын – это была радость наша. Я никогда не поднимал руку ни на супругу, ни на кого. У нас в семье это было не принято. Такая большая, огромная семья, наш, когда мы садились за стол, нас садилось почти 12 человек. Поэтому вот чтобы мы так вот ругались, дрались, вообще такого не было. В любви, в заботе он рос. И жертва, она может быть из семьи, где папа любит маму, мама любит папу, все друг друга уважают? Да, я считаю, что не может быть, потому что на самом деле, вот распространенный вопрос, маньяками рождаются или становятся? Да, вот честно задают вопрос. Я сторонник того, что они становятся, потому что дети рождаются всегда чистыми, да, они рождаются в состоянии, когда у них еще нет опыта, нет сформированного убеждения, мировоззрения и так далее. И вот это мировоззрение до семи лет активно ребенок формирует в кругу своей семьи. Причем ребенок не понимает слова родителей, он не понимает вот эту вот картинку, маски, декларативность какую-то поверхность, мишуру, он не понимает. Он воспринимает все на уровне чувств, он воспринимает в оригинале. Вот как есть отношения родителей друг к другу, вот так ребенок и воспринимает. Ребенок видит отца глазами матери больше. Вот как мать к нему относится, на уровне чувств, подчеркиваю, не на уровне, как она там на публике улыбается или строит красивые формы отношений, я имею в виду, а на уровне именно, как он ощущает родителей. И вот это вот отношение друг к другу формирует его личность, формирует его убеждение к семейных отношениях именно, к тому, что происходит в его семье. И вот то, что мы сегодня видим, это как раз-таки продукт того, что он видел, потому что его сегодняшние реакции на сегодняшний мир, они формируются на основе своего опыта жизненного, где-то 50%. А 50% мы берем определенный опыт родительский. Вот мы перенимаем от родителей характер. В характер входят наши убеждения, наши привычки, навыки, стереотипные реагирования на внешние события. Вот это комплекс называем характером. Откуда мы берем его? От родителей. Они откуда взяли? Они взяли от своих. Вы знаете, я вот прочитала в биографии Куандыка, что его дедушка работал в КГБ, и он был каким-то таким чиновником достаточно высокого ранга. И мне кажется, что вот эти люди, которые там работали, они достаточно жесткие, и, скорее всего, они довольно жестко воспитывали. То есть отец Куандыка, скорее всего, прошел такую школу, может быть, суровую. И, наоборот, он хотел дать своему ребенку все самое лучшее. И в каком-то смысле, мне кажется, Куандык рос избалованным. Ему все доставалось. И вы помните, что он закончил все учебные заведения, будучи в Джорджтауне. Он закончил еще одно заведение, он закончил другое заведение в Таразии, как раз был его ректором, и был его отец. И то, что даже у отца не было сомнений в том, что можно дать ребенку диплом, я даже думала, что, скорее всего, он в лицо не знает ни одного преподавателя. То есть он не может сказать, что они там проходили, какие предметы, и сможет ли он назвать хотя бы основных преподавателей, у которых он учился. Это все вызывает сомнение. И это все говорит о том, что его готовили уже к такой элитной жизни, которой, может быть, не досталось его каким-то предыдущим поколениям. Потому что, в принципе, в Казахстане, по-моему, часто такое, что наши родители, они их воспитывали достаточно жестко. И мы, в общем-то, вот наше поколение тоже прошло такую школу воспитания. Но мы стараемся дать своим детям все самое, сейчас уже совершенно другие стили и методы воспитания. Ты уже не можешь наезжать на ребенка, его ругать, ты должен с ним договариваться, должен ему все что-то более-менее объяснять. Методы очень сильно поменялись. И я не знаю, насколько вот это применимо именно к Куандыку, потому что в его поведении вот эта вседозволенность, она есть. И это видно еще под тем свидетельством, что люди говорят, что когда он мог, например, спокойно вызывать на совещание и опаздывать, он мог с людьми говорить там свысока. И вот эти его опоздания, они, ну вообще, они возмутительны, потому что работая на госслужбе, этот человек, мало того, что подает ужасный пример, и это отношение к вот этим рабочим лошадкам, которые вынуждены там его ждать на этих совещаниях, на встречах. И когда он приходит, он там буквально поговорит пару минут и распускает. И люди могут ждать по 3-4 часа, чтобы только увидеть это ясное солнышко. Мне кажется, эта вот вседозволенность, она может быть и происходит из семьи. Хотя, может быть, она еще поощряется на госслужбе. Я знаю, что многие чиновники, вот становясь начальниками, им передаются из уст в уста, что кого-то надо мариновать в приемной, чтобы там узнал свое место. И буквально вот даже я с этим сталкивалась, когда, ну вот будучи работой там в каких-то организациях, ты приходишь на прием к какому-то руководителю, и он держит тебя в приемной. И я не госслужащий, поэтому я могу повернуться и уйти. Но я вижу, что там 10-15 человек сидят в приемной и просто просиживают совершенно ненужные часы. Ну это уже, да, наложение уже нравов, да, таких, что одно другое не исключает. То есть, если ребенок видел в детстве какой-то тип отношений, то это не исключает того, что он вырастет в атмосфере вседозвольности. Это тут как бы, это строгость с распущенностью в принципе, что там все можно купить, все можно достать. То есть оно, по-моему, не исключает одно другое. Но вот мне еще интересно, что вы сказали вот про маньяка, он становится. Я читала исследования, что там два фактора. То есть не каждый, все маньяки, вот кого исследовали, ну вот практически все истории маньяки, они в детстве испытывали страшное насилие. Часто от матери, вот именно мужчина от матери, если то потом он становится серийным маньяком, то есть в отношении женщин, да, но не все, кто испытывал такое, не все становятся маньяками. То есть и те, кто становится все-таки, то есть у них есть что-то, ну как уже в биологии, да, в их натуре, а еще наложение вот этого вот воспитания и все, ну такие вот сходятся, да, факторы. То есть все-таки еще и тип личности, не только среда, да, играет свою роль. Ну, конечно, вот само по себе вот типаж личности, он тоже формируется же на основе тех убеждений, тех реакций, которые он видел от родителей. И вот как вы сказали, допустим, вот мы можем видеть образцовых родителей, да, которые там дают ребенку высокообразование, вседозволенность там и так далее, но мы должны понимать, что психика, она состоит из сознания и бессознательной части, да, подсознания и бессознательной части, да, и наша жизнь на 95% это бессознательная реакция. То есть мы можем говорить красивые там слова, там, какие-то образцовые вещи говорить, показывать на публику какие-то вещи, но фактически действовать абьюзивно, фактически действовать с агрессией, с неуважением там и так далее, и так далее. И ребенок ведь чувствует не слова, а он чувствует именно вот действия. Поэтому ребенок делает не то, что мы говорим, а делает то, что мы делаем. И вот вся правда вот в этом и заключается, что как бы мы не пытались быть хорошими родителями, там, показать какую-то форму красивую для детей, вот дети ровно такие, как родители, по-настоящему. Ну, это уже прям какая-то безысходность, вы как социолог, как считаете? Нет, просто констатируем факт же, как бы, ну, нужно посмотреть просто вглубь, если мы говорим о причине. А, конечно, это исправляется однозначно. Я думаю, что, конечно, отпечаток есть, но, понимаете, вот такого насилия, как совершено, ну, Куандыком и многими, ну, некоторыми другими, ну, не все же такие, да? И хотя я думаю, что у каждого человека есть вот эта детская травма. И мне вообще немножко странно, что психологи все сводят к этой детской травме и к этому воспитанию именно в семье. Ну, это накладывает, но это есть еще какие-то решения самого человека и свобода его выбора, каким он будет. Это не фаталистическая такая данность, что ты, если родился в такой семье, мы прекрасно знаем, что из таких семей бывает, часто выходят очень порядочные, хорошие люди. И я думаю, что, в принципе, считать Куандыка таким патологическим типом вообще-то нельзя. Если бы, например, это не было доведено до убийства, мы, может быть, об этой бы вообще ситуации и не узнали. И, может быть, этот салтанат стала калекой, но все это прошло на тормозах. И я думаю, что таких случаев в Казахстане, вот именно истязаний, очень много. Но в правовую статистику попадает мизер. Вот, например, в правовой статистике у нас за 23-й год 108 убийств всего женщин от семейно-бытового насилия. А истязаний всего четыре. Ну, кто поверит? На самом деле истязаний в тысячи раз больше. Просто никто не сообщает об этих случаях. И это такая молчаливая статистика. Ясно, что очень многие женщины просто об этом не говорят. И их родные или свидетели этого тоже молчат. И поэтому я бы не хотела говорить и сводить все к тому, что там Куанде психопат, он вполне мог себя сдерживать. Он человек, который получил там хорошее образование. Я думаю, ладно, ему подарили диплом или там Тарасского университета. Но в Джорджтауне он все-таки, наверное, каким-то образом учился. И это значит, что у него есть какие-то волевые качества, это значит, что он может что-то сделать, сам за себя решить и какие-то рамки себе установить. То, что действительно в эту ночь произошло, это, конечно, и доля алкоголя. Потому что то, что у трезвого в уме, то у пьяного на языке. И то, что в конце концов у трезвого на уме, это может быть в пьяном виде выразиться и в таких побоях. Но, конечно, вы как сказали, это действительно какая-то реакция катализации. Но сказать, что он в принципе вот такой человек, который всех там бесконечно кого-то там своих жен убивал и стязал, он, да, их, ну, я не знаю, поколачивал. Но, я не знаю, такие случаи вот поколачивания, да, женщин, они встречаются повсеместно и особенно в там в прошлых поколениях. Они вообще, это было очень типично, и это до сих пор происходит. И, ну, мы же не можем так всех огульно объявлять, что они там больные, психопаты. И получается, это действительно, это наша какая-то, ну, не скажу традиция, а это просто... Это исходит из наших где-то нравов, да, передается вот это отношение. В принципе, да, наши какие-то были... Что можно женщину ударить, есть такое? Я в этом смысле согласен абсолютно. Это ведь показатель средств такого нашего общества. Вот то, что сейчас произошло реально, это, как вы сказали, и мы видим это, это происходит в обществе. И причем давно, да. Вопрос, почему именно сейчас это вот так вот развивается и показывается. И классно, что это делается. Да. Потому что пришло время однозначно трансформировать все это, принимать меры там и так далее. Это уроком является, вот когда мы говорим об абьюзии, мы часто используем такой формат мужской абьюз, да? Но ведь абьюз бывает и женский. И женский, да. Причем он не менее опасный, не менее травматичный, да, откровенно говоря. И мы должны четко все понять, что это реально... Нет, я хочу сказать, что он менее травматичный. Он, может быть, психологически больше, но с точки зрения именно вот физического насилия женщины, например, из всех бытовых случаев семейно-бытового насилия, 98% это насилие над женщинами. И вот именно из этих... Если говорить о травматизме, да, я согласен, да, что это больше со стороны мужчины возникает. Но, опять-таки, дыма без огня не бывает. И я ни в коем случае сейчас не пытаюсь там снять какую-то ответственность. Нет. Однозначно мы должны быть справедливы здесь и понимать, что случайностей не бывает. И если эта ситуация случилась, значит, есть какая-то доля ответственности с двух сторон. Однозначно. То есть вопрос, почему терпится этот абьюз, да, например, почему это затягивается до такой степени, почему жертва там находится, почему насильник выбрал именно ее, допустим, и так далее. Почему? Вот это тут всегда, да, я, как уже говорю, повторяю, нам надо быть осторожными, чтобы ни в коем случае мы там даже нечаянно не задели жертву в чем-то ее вина, но понять-то мы должны, чтобы других жертв предотратить, да, чтобы женщин получали сигнал, что не терпи, уходи. Вчера тоже опять была информация в Караганде, бывший муж залезал в свою бывшую жену. Но они жили 10 лет вместе. Полиция приезжает, уезжает, полиция приезжает, уезжает. А сейчас возлагается все на полицию. Хорошо, возложим на полицию. Да, она тоже виновата. Но понимаете, если мы все время будем снимать полную ответственность жертв, они так и будут погибать, женщины. Потому что они будут оставаться, они будут терпеть, а им надо говорить уже, не терпите, не доводите до этого. Почему? Почему они терпят? Все-таки это тоже уже в голове сидит у жертв. Конечно же. Может быть даже это какое-то, говорят же, хроническое самоубийство, когда она хочет, да, говорят же, еще есть такое подсознательное, хочет, чтобы... Если мы сейчас затронули вот момент среза общества, то мы видим, что в обществе есть очень много разных деструктивных убеждений по отношению, допустим, в отношении семейных, да, допустим, там бьет, значит, любит, например. Это неужели уже еще есть? Мне кажется, это уже какой-то вот, ну как, это такая вот фраза, она эффектная, и она уже живет. Это просто из разряда этих фраз. То есть они, конечно, трансформируются, там, разного рода такие подходы. Вот недавно буквально, да, мы были в обществе, где говорилось нам, там, держите свою жену, там, с самого начала, там, в жестком кулаке. Ну, даже дарят у нас, дарят на свадьбу камчу, да? Это как бы символ того, что держи жену, там, под подзором. Ну, опять-таки, да, как это интерпретировать, как воспринимать. И большинство людей, конечно, начали воспринимать именно вот так, типа, там, подконтрольным, там, и так далее. Но на самом деле мы как бы не критикуем это, но это же тоже признак управления. Как-то не критикуем. Ну, я имею в виду, то есть... Мы критикуем. Мы должны критиковать. По крайней мере, я не критикую, потому что тут разные значения есть. То есть, камча, она такая, она сакральная для нас, много разных значений имеет, поэтому... Не для жены. Да, конечно, не для жены, это однозначно. Я более скажу, вот наш народ казахский, да, и вот тюркские народы, мы всегда, женщины, возводили высокий уровень культа. Это сейчас вот как-то вот получилось так, после, видимо, Советского Союза, после того, как мы растеряли свои традиции, у нас всегда Казбалан Турки отразован. У нас у казахов традиционно женщина всегда почиталась, мама всегда почиталась. Это вот сейчас, то есть, когда уже прошел этот перелом, да, возрождение там нового, якобы, в кавычках, и это все смешалось, да, и религиозные ценности пришли определенные, мы начали возвращаться к традициям, и очень много искажений было ведь в Советский период. То есть, мы много чего потеряли, на самом деле, и когда мы начали это все возрождать, она, конечно же, не всегда в пазлы входила-то. И вот мы где-то и перегибали палку, и перегибаем, но я думаю, что это определенные, ну, этапы, которые должны пройти общество, определенные. Но почему жертва, да, и это такой социально, да, это когда накладывает общество, развитие общества, а жертва почему терпит? Вот Салтанат, красивая женщина такая, умная, судя по тому, что вот я читаю, да, она такая очень интересная. Почему она терпела это? Вот первое, что возникает, это было не первое, что он ее побил. Тут тоже, это тоже детство, это тоже какая-то предопределенность. Конечно, мы можем только сейчас предполагать, однозначно мы суть вопроса понять не сможем до конца, но, конечно же, скорее всего, это определенный ее опыт. Она видела, что это нормально. Она позволяла себе, то есть раз он, он же не сразу ее начал бить, например, скорее всего. Но у них очень короткие, они не жили 10 лет, они там полтора года, и за это время он умудрился уже, так от такого еще, и ты вроде и не привязался к человеку. Обычно этот абьюз как начинается? Он начинается через манипуляции явные, да, там финансовые, физические, эмоциональные манипуляции. И вот эти все факторы она не замечала. Она, скорее всего, принимала это как за норму, поскольку это у нее в убеждениях, скорее всего, есть. И вот она шла вот в эти отношения, он дальше ее управлял, манипулировал, он в итоге сломал ее волю, да, полностью, отрезал от всего, что она, где она была и развивалась, например, от общества, запретила общаться с подругами, там, и так далее, и так далее. Но я хочу сказать, что она ведь пришла к этому тоже по своей воле, где-то. То есть она сначала вошла в эти отношения, понимая, что на самом деле, вот как вот брат, он говорил, мне он сразу не понравился, я сразу это ощутил, что с ним, ну, и понятно было, что за человек-то. Это не первый брак, по-моему, насколько я понимаю. По-моему, второй или третий, да, у него брак? Третий. Третий брак даже. То есть она тоже это все понимает. И я к тому, что, конечно же, там есть у нее отягощенный фон тоже. В этом смысле. Да, какой-то опыт. Это все в контексте общественных убеждений мы видим и наблюдаем. То есть многие женщины говорят, ну, потерпи, ничего страшного. Даже сами женщины друг другу говорят. Ну, бьет, бьет, побьет, перестанет. Сама виновата, там, еще что-то такое, да? Мы же тоже слышим такие вещи. Вообще же никогда не перестанет. Насколько я знаю, да, психологи говорят. Если даже один раз ударил, все. Это же, значит, будет бить всегда. То есть не факт. То есть если она дальше продолжит позволять это дело, то это не остановится однозначно. То есть она должна что-то с этим делать. Однозначно. Мне кажется, она должна была прервать эти отношения. Вот смотрите, ей 31 год. И фактически это время, когда все вокруг у нас в Казахстане по убеждениям должны выйти замуж девушке. Это то, что девушек очень оскорбляет и обижает, что любой, даже продавщица в магазине, там, бабушка в троллейбусе или там, любой ей может сказать, ты почему не замужем, пора замуж, иметь детей. И мне кажется, что ее отношения вот с Куандыком именно связаны с тем, что она все-таки хотела, наконец, выйти замуж. И она должна была, может быть, вот предыдущие отношения не привели к браку. И теперь вот ей надо во что бы то ни стало этот брак сохранить. Может быть, такая была мотивация. И то, что у нас действительно считается, что нужно там перетерпеть, там, бьет, значит, любит и так далее. Иногда это проходит, это очень редко, но иногда все-таки, я не знаю, что случается с мужчинами или почему в семье, все-таки вот эти побои прекращаются. Прекращается, бывает такое. Да, бывает такое. Да, бывает такое. Ну, да, но мне кажется, здесь видно только вот нагнетание ситуации и ухудшение ситуации. И мы видим прекрасно, что они уже несколько раз решали развестись. И хотя Куандык говорит, что, значит, меня все время там триггерило то, что, значит, ее предыдущие отношения, но он же развелся с ней, и зачем тогда заново жениться, если тебя это не устраивало, ее прошлое? Все равно же они женились. Значит, они договорились и договорились относиться друг к другу по-человечески. И тем не менее он вот этот договор нарушил. Видите, сама Салтанат, она увлекалась астрологией. И Куандык фактически с ней познакомился, как бы, ну, не сам придя на этот сеанс, но договорившись. То есть он прекрасно знал. И в этом они с ней очень похожи, потому что Куандык это человек, который верит в какие-то сверхъестественные силы, в мистику, оккультизм. Если он даже в ситуации крайней травматичности его жены, да, он вызывает не скорую, а… И для себя в такой час, какой, самый, ну, страшный, наверное, час в его жизни, свой, он куда обращается? Он обращается к этой ясновидящей. И тем более, что эта ясновидящая, она консультирует его, ну, как выясняется, только по бизнес-вопросам, да, она не является его тем человеком, который там раскладывает судьбу или… Это вообще… Вы знаете, что у нас, ну, не у нас, а в России вот в последние годы каждый год прирастает, значит, вот рост этой продаж литературы вот этой оккультной, мистической, вот этих карт Таро, это во время ковида побили вообще все рекорды эти продажи. И это то же самое и у нас. У нас вся литература, она приходит оттуда. И получается, что у нас народ просто фактически ополванен вот этими вещами, и они прямо падают на такую благодатную почву, как вот Куандык, который склонен к мистицизму, даже удивляюсь, как он работал в этом, в таких организациях, как Министерство фланирования, где, что он раскладывал карты Таро, это вообще нонсенс какой-то. Если в каких-то вот таких вещах он даже в бизнесе использовал все время, ну, вот такие консультации именно с ясновидящими. Ну, я имею в виду, что они вместе какого-то одного поля ягоды, и в то же время Куандык очень интересный, видный, и вот действительно у него такой бархатный голос. И многие мои знакомые, кто видел его показания в суде, они вообще, они были уверены, что он на самом деле не виноват, это что она, что с тобой, что с тобой. Он такой белый и пушистый все время спрашивает, что с тобой приключилось, я понятия не имею. А при этом в перерывах ее избивал. Вот этот такой человек, хотя приписывают эти черты психопата ему, но на самом деле, мне кажется, он ни в коем случае нельзя делать заключение, что он именно больной. Нет, он не больной. Он очень рациональный, но в то же время склонный к мистики человек. Тут даже не в том плане больной, что не осознает свои действия. Понимаете, если говорить на судебном языке, юридическом, там это считается, когда человека надо отправлять в психушку, это когда он не осознает. Понятно, что человек осознавал. Но тут какой-то уровень эмпатии, это когда избил женщина, и уже понимает, что, раз звонила основидящая, уже понимает, что пульса нет, может быть, умерла. Что он вызывает блогера, какую-то свою знакомую, вот эту вот гульнару, с ней сидит в кабинке, что-то обсуждает. Это же, это что? То есть, у него даже не было волнения? Эмпатии, значит, нет, да? Ну, тут налицо явно неадекват, однозначно. Насколько бы мы ни говорили, конечно, не в контексте снятия ответственности там, но явно психопатические признаки налицо. Человек явно неадекватен, он не понимал, что происходит реально. Ну, я не в контексте его оправдания, я в контексте того, что... Мы тоже не должны постоянно оправдываться. Мы обсуждаем суд, да? Мы тоже, ну, в смысле как, мы не влияем на суд, мы не влияем на решение, мы пытаемся понять ситуацию. Тем более, что это заключение судебных психиатров. Вот, поэтому вообще, откровенно говоря, пьяный человек, выпивший, да, или находящийся в наркотическом опьянении, это человек уже неадекватный и уже нездоровый. Но это должно отягощать, я считаю. Это отягощающий фактор, это не смягчающий, это отягощающий. Однозначно, да, однозначно. То есть, и мы видим на лицо, что человек был не в адеквате, и это отягощающий фактор абсолютно. Абсолютно, и он мог совершить любые действия в таком состоянии, как и мы видим в обществе, на самом деле. Мы видим же, что человек пьяный, он может и задавить, он может и убить, он может и задушить, и так далее, все что угодно. Может и сам спрыгнуть, да, наложить руки на себя. Поэтому еще раз хочу вернуть вот в плоскость общественной проблемы. Надо сделать выводы для всех. Я даже вот в каком-то из своих постов говорил о том, что это вот для каждого из нас, члена общества, представляете, в нашем обществе происходит такая вещь. Это о чем? Это не о том, чтобы мы должны теперь хаять и обвинять. На это есть судебные органы. Пожалуйста. Это о том, чтобы мы должны взять, посмотреть на свою жизнь. Насколько мы оцениваем семейные отношения. Насколько мы честны со своими супругами. Насколько мы искренне с детьми, например. То есть, поправить свое внутреннее. Вот изменив, если каждый из нас, член общества, поменяет, начнет работать над собой, станет искренним, честным, исправит какие-то ложные убеждения, осознает их, то мы таким образом и будем исправляться. Вот это вот корень, да, на что нужно обратить внимание, мне кажется. А то, что он совершил такие действия, это, конечно же, нужно наказывать, нужно по всей строгости закона показательно это все сделать, потому что мы не должны допускать этого. Это однозначно катастрофа. Вот я привела статистику, что в прошлом году было 108 убийств таких. Вы представляете, Куандык один из них. Еще где-то, мы не знаем, еще где-то 107 женщин убиты. И никто об них не говорит, и мы о них не узнаем. И мне кажется, вот это надо говорить, и надо говорить. Вот я не уверена, что Салтанат вообще знала, что куда-то можно обратиться, куда-то позвонить и хотя бы получить консультацию. Может быть, я не знаю, эта информация... Но она тоже не женщина совсем забитая из-за угла, которая там вообще ничего не знает. Ну, знала же она, что есть телефон. Мне кажется, что она, может быть, и не знала. Она звонила постоянно брату. Вот, кстати, тоже она ему высылала фотографии свои, вот, себя избитой. Это что тоже? Вот, ну, как ты, взрослая женщина, да, а почему она это делала? Как вот жертва, когда она высылает фотографии, там, родным, подругам, но не уходит, это что? Я просто пытаюсь понять. Я когда, ну, вот, тоже проследила, у меня как-то это раз вызывает удивление. Ну, то есть, вот, например, свои проблемы, там, мы, кто-то старается, даже мы не говорим, да, близким, чтобы не было переживаний. Тут не уходит человек, но высылает фотографии. Это крика помощи или, там, против моей воли ты меня вырви из этого, или как. Но при этом брат же говорит, он ей, он уже и вырывал ее, не шла она, а фотографии высылала себя избитой, даже с Мальдив. Ну, как бы это вот не звучало грубо, однозначно мы видим на лицо, что ее устраивала эта позиция. Вот, насколько она была бы для нее болезненная, вот, представляете, у нее была возможность уйти, остановить отношения, даже брат ее вытаскивал оттуда, она все равно возвращалась. Это о чем? Это о том, что у нее есть какая-то своя выгода в этом направлении, подсознательно, конечно же, если уже истоки искать, то там есть свои определенные и убеждения ложные, какие-то стереотипы, и травмы, может быть, детские, и так далее, и так далее. Но по факту мы видим то, что видим. Но еще социально накладывается. Вот Жанар сказала, например, да, статус замужней женщины. Он тоже, ну, какую-то роль играет, да? Но все-таки больше, я думаю... Это очень важно, и это, во-первых. А во-вторых, может быть, у султанат в меньшей степени, но у многих женщин их останавливает то, что у них просто нет источников дохода. У них есть дети, которых... У султанат не было детей. У султанат не было. Она молодая, источник дохода, она могла работать. Да, она могла работать. Но у других женщин еще хуже ситуация. У них нет источника дохода, и поэтому многие терпят вот по 10-15 лет вот такие побои, унижения, именно потому что они каким-то образом привязаны к источнику дохода. То есть есть экономическая и финансовая зависимость. Но у султанат, я согласна, здесь есть именно вот эта эмоциональная привязанность. Вполне возможно, что в минуты каких-то хороших отношений, ведь они друг друга действительно писали прекрасные слова. И ты, Жаннам, ты меня любишь, и я тебя люблю, и давай больше никогда не ссориться. То есть, может быть, для нее это тоже было дорого, и поэтому она не хотела прерывать эти отношения. Хотя она уже видела, что Бишимбаев всякие границы уже нарушает. Но там еще, вот, Дауренгек, вы как психотерапевт можете это сказать. Если травмы детские, то это вот в подсознании, когда это же, ну вот мы как, когда не специалист говорит о чем-то, это, конечно, вызывает такой вот скепсис. Ну это из того, что я читаю на поверхности, что в подсознании это, это не в сознании, ей нравится же, да, а жертве часто подсознательно она хочет, ну как бы там, чего? Жалости или чего? Если это трудное детство, вот у девочек, женщины, да, в основном жертвы, Жанна Расстатистика подтверждает. Такой банальный пример, допустим, ребенок научился как-то получать внимание и добиваться чего-то в жизни, каким-то образом, например, через жертвенность, да? Да. Детская реакция, например, я плачу, и мне что-то дают. И вот если вот эта вот трансформация личности не идет во взрослую стадию, ребенок остался в тех же стратегиях поведения, то он начинает так же себя вести дальше. Вот жертва через жертвенность начинает добиваться как чего-то, чего он хотел бы, например. И для многих людей это удобно, конечно же. И мы видим, наблюдаем эту позицию у многих людей. Допустим, если говорить в сторону мужчины Бешимбаева, ребенок, который мог не увидеть, допустим, ласки, тактильного контакта с мамой, а мама была, допустим, если... Я не знаю, какая была мама на самом деле, просто если она была бы жесткой, такой отстраненной от ребенка, то он уже получал бы, компенсировал бы эту, допустим, тактильную связь какую-то с женщинами через те же побои, через ту же агрессию, например. То есть есть определенная закономерность. То, что ребенок увидел, или недополучил, или его недолюбили, и он начинает компенсировать это уже в своих отношениях. То есть это такой пробел болезненный в его душе, условно, в его психике, который он восполнял определенными действиями. Вы все время в сторону мамы Куандыка Бешенбаева. Она сейчас в суде постоянно, и видно, что... Я когда где-то там пишу или говорю, это вызывает такое отторжение, что... Но видно, что она вот бьется за него, вот что бы он ни сделала, бьется за него всеми правдами, притащила какого-то блогера ужасного российского, да? А я не видела. Вот на прошлой неделе она привела в суд какую-то блогершу. То есть до этого она там тоже организовывала эту кампанию странную, да? То есть она всеми способами... Она присутствует на каждом заседании. Отца нет. Отец уже как бы отказался, да? Сын плохой, все, я тебя не знаю. Нет, нет, я не думаю, что она отказалась. Скорее всего, у нее такой статус этого общественного защитника, и это не каждому дает, но смысла нет, чтобы они оба там сидели на суде. Я думаю, что... Отец все равно переживает. Видите, он несколько раз выступал, говорил, защищал, оправдывал его. Тогда он оправдывал. Еще до того, как все это развернулось, он возмущался же, что почему создается средством массовой информации, еще до суда создается какой-то отрицательный имидж. Ну, он тоже своими способами, но просто он считает, что, может быть, двум людям не надо из семьи сидеть на этом. Вы считаете, почему отец... Я почему постоянно на родителей делаю акценты? На родителей, ну, в смысле, вы на мать. А я просто подозреваю, что там не мать как бы отталкивала Куандыка, а что я подозреваю, пусть простят меня, но да, это уже публичное поле, мы имеем право обсуждать. Я подозреваю, что и дома было насилие. Отец... Конечно же, ребенок, допустим, когда молодая пара, да, создает семью, они создают общее психоэмоциональное поле. Появляется ребенок, тоже входит в это поле. Все ценности, все проблемы, которые происходят в отношениях, даже на... не на словах, а внутри отношений, на уровень чувств, ребенок все это чувствует. Он все это впитывает, на самом деле. Почему я говорю сейчас про маму и про родителей в целом? Потому что у меня цель сейчас просто показать сейчас семьям о том, что нужно... Первая очередь, лучшее, что мы можем дать своим детям, это счастливых родителей. Это гармоничное отношение в семье. Это честность, искренность внутри. Пускай даже есть какие-то проблемы. Проблемы всегда будут в семье. Конфликты, они всегда возникают. Но когда мы нечестные, когда мы вот на лжи строим отношения, когда мы можем внутри ненавидеть, а в лицо с ним смеяться и улыбаться, вот это проблема. А это свойство в нашем обществе. И мы проходим этапы сейчас развития, исправления, условно, выхода из этого. Скажите, но многие сейчас вас могут понять так, что если у вас есть проблемы в семье, то если невозможно их гармонично решить, то нужно разводиться. Нет, ни в коем случае. А почему вы говорите ни в коем случае? А мне кажется, что это как раз... Этого не надо боять, надо наоборот говорить, что это не самое страшное, что может случиться с ребенком. Да, я к тому, что я не призываю к разводу. И зачастую развод — это не выход. Зачастую. Почему? Да, пусть ребенок видит, как папа маму мутузит, а потом сам начнет мутузить свою жму. Нет, ни в коем случае. Пускай не видит, но эти вопросы должны решаться. То есть тот человек, тот член семьи, женщина или мужчина, неважно, который ушел из одних отношений и ушел в другие отношения, он все равно ушел с теми же убеждениями, представлениями о семейном жизни, и там то же самое будет. То есть нужно эти вопросы решать, нужно менять свои убеждения. Очень часто бывает второй брак более счастливый, чем первый. Ну, есть статистика, да, условно. Вот первые браки 50% разводов, вторые браки уже 65%, а третьи браки 75% разводов. Нет такой статистики. Да? Я что-то первый раз так слышал. Перед эфиром я просто посмотрел. Наоборот, больше во вторых браках. Да, да. Я тоже думала, что первые браки самые большие. Нет, вторые браки больше. На Западе считается второй брак самый счастливый. Да. Что первое, это как люди молодые, особенно у нас. Я лично из практики просто, опять-таки, я не буду заходить в общую статистику, ладно. Это можно проверить, на ней посмотреть. Я вижу из практики уже семейное консультирование. Мы видим, что те проблемы, которые в первом браке были не решены, они во втором браке усугубляются еще больше. И в третьем браке, скорее всего, то же самое. Почему? Потому что люди зачастую, ну, бывает такое, так скажем, что пытаются убежать от проблемы. Это существенный человек. Он говорит, ну, да, муж какой-то не такой. Обвинил там, или муж обвинил жену и сказал, вот плохая Кельнен, там невоспитанный, и все, я пошел. Но видите, как раз Бешимбаев и Салтанат, они пошли по этому пути. У каждого из них был психолог. И они вроде бы... Общий причем, да? Или общий у них был психолог? Может быть, и не общий, но просто они как раз хотели найти... Ну, и психологи были, да? Да, найти решение проблем. И там весь набор, и сама Салтанат, астролог. И тем не менее, это не решило ведь проблему. И мне кажется, что... Я не знаю, может быть, это качество психолога, который был, но... Тут, конечно же, индивидуально нужен подход. Да, но я не думаю, что именно в этом... Ну, глобально вот в целом, да, я вижу, что... Вопросы, которые сейчас поднялись в обществе, это благо для общества в целом. То есть это то, что обращает наше внимание на эти проблемы, которые мы долгие годы не решали. Дуримбек, но я все-таки вот, да, я очень уважаю психотерапевтов, но тем не менее, да, мне трудно представить, что проблему домашнего насилия, когда тебя муж бьет, можно решить на сеансах психотерапии. Это можно, когда, да, какое-то непонимание, какие-то вот там голливудские звезды, они же формулируют там, да, разводы, причины разводов, там, разные цели, непонимание, но когда тебя бьют, надо бежать. Вот у меня, например, представление, и даже меня удивляет, вы говорите, и вы, что могут, может мужчина перестать бить. Да, мы просто над этим работаем. Вот, в частности, я просто приведу один из случаев из практики, да, вот приходит человек, мужчина, да, с запросом о том, что супруга подала на развод. И я ее бью. Да, и, да, я уже пятый раз поднимаю на нее руку, при этом с первого раза я ей обещаю, что второе с ней повторится. Но вот, говорит, есть какие-то слова, говорит, которые она использует, после которых, говорит, я просто отключаюсь. У меня включается агрессия, которая неконтролируема мной. Я, наверное, больной человек, поэтому я пришел к вам. Вот таким запросом пришел. Действительно, мы, работая с ним, понимаем, что у нее есть на бессознательном уровне, есть определенные убеждения о себе, в первую очередь, деструктивные, есть ложные жизненные стратегии, деструктивные, на подсознательном уровне, которые он получил в детстве. Там и опыт семейных отношений родителей. Какой он был? Ну, отягощенный, так скажем. В смысле, что там было? Там была агрессия отца к маме. Бил маме. Да, это было нормально. Вот так мы все выросли, как он говорит. Были агрессии в его сторону и со стороны мамы в том числе. Били? Да, его били, его обесценивали, он всю жизнь вынужден был доказывать там чего-то. И вот это убеждение «я плохой, ненужный», «я плохой и ненужный», например, о себе, которого он получил, конечно же, в кругу своей семьи, они каждый раз обострялись, когда жена говорила определенные слова в его сторону. Он не говорит какие слова? Я сейчас точно не помню. Неудачные. Да, в любом случае, да. Такой же тупой, как твоя мать, например. Вот эти вот сравнения с кем-то, они включают его внутреннюю агрессию, боль. И на это он реагирует злостью. Ну, вы знаете, скорее всего, вот они не включают вот эти механизмы, если перед ним не его жена, а если перед ним какой-то качок. Если его какой-нибудь... Однозначно. Я просто хочу мысль закончить. Вот смотрите, что происходит дальше? Мы работаем над его реакциями, над его убеждениями о себе. И после того, как он прошел определенную терапию, и мы изменили реакцию на подсознательном уровне, у него эта агрессивная реакция в этих подобных ситуациях пропадает. Да? Да. Не факт, что семья сохранилась, я дальше не проследил это. Мне кажется, вам надо следить. Да, в идеале, конечно же, но это определенные ресурсы и так далее. Но к тому я веду, что этот человек решает свою проблему, работает над этим. То есть она решается. Но он перестал, и он потом пришел и сказал, все, уже там прошло полгода, жена называет меня как угодно, а я не... Мы видим из практики, что семья, которые сохранились, дальше благополучно потом живут и развиваются. Ну, поэтому нужно с двумя работать. Да, надо работать однозначно. То есть это не так, как вы думаете, чтобы женщина тоже не говорила таких слов и оскорбительных, или обидных. Да, люди там, допустим, не изменяются. Мне можно менять, можно работать, потому что мы в сущности такие. Мы постоянно растем и развиваемся, мы меняем свои убеждения. Конечно же, чем старше, тем сложнее. Либо растем, либо деградируем, да? Ну что ты? Ну... Не, у меня вот такое представление, как наблюдение, что человек не стоит, да, на месте? Он либо деградирует, либо... Нет такого. Ну, в сути своей все равно растет. Даже деградация определенной формы, это тоже меняет состояние, которое приводит к новым каким-то убеждениям, решениям. В любом случае. То есть в контексте мы все равно меняемся. Нет ничего стабильного. Вот это наше стремление к стабильности и комфорту, оно на самом деле ложное. Стабильность — это отсутствие изменения, например. В природе этого не существует в целом. Ну, о том, что Галинар говорит. Это комфорт, отсутствие... А с женой вы не разговаривали этого мужчины? Нет-нет, я работал только с... В данном случае только с мужчиной. Но часто приходят семейные пары, жена и муж, мы проводим совместные консультации. И мы там на лицу видим, когда мы вот показываем те причины, почему он так реагирует, и показываем ему, почему она так реагирует, они вдруг начинают осознавать и понимать друг друга. То есть одна из самых больших проблем — это вот ложные убеждения по поводу того, что мужчина и женщина, они вот одинаковые по своей психике. Нет, они разные абсолютно. И тот факт, что мы не принимаем этого, нам кажется, что... Ну, я же мужчина, для меня же это элементарно. Я думаю, что жена... Как ты этого не понимаешь? Она не понимает. У нее взгляд чуть другой. Я думаю, что и Бешимбаев, и Салтанат как раз читали такие книжки, да? Женщины с Марса... Ой, женщины с Венеры, мужчины с Марса. Мне тоже кажется, что они вот прохаченные были, да, были. Но я хочу сказать, что... Вот представьте, Бешимбаев, он все время говорил, вот она так сказала, и я совсем, и я, значит, впал в ярость и уже не мог себя контролировать. Мне всегда кажется, что мужчина может себя контролировать, и просто он должен понимать... То есть если бы он с каким-то качком находился, да, он бы себя очень хорошо и проконтролировал, и не стал бы на него нападать. А тут он... Может, не может, должен. Есть закон, и закон никакой тебя не оправдает, что она что-то сказала, или там она что-то... 100-килограммовая масса нападает на 50-килограммовую, и, конечно, от любого удара этот человек может и упасть, и там не только субдуральная гематома будет, не только 250 грамм, или сколько там крови может вылиться в эту субдуральную оболоть. Но с другой стороны, видите, да, чтобы женщинам стало легче, мы и мужчинам должны понять, да, вот казахстанские мужчины вот к вам приходят, да, на практику, к вам приходят на приемы, что у них, какая боль у них. То есть они вот из тех, которые к вам приходят, честно, они признаются, многие из них поднимают руку на женщину. И почему? Это отчаяние, это что? Это страх, какой-то социальный нервоз, у нас жизнь сложная, да? На мужчине большая ответственность у нас с одной стороны. Да, и это какое-то бессилие, что он не может какую-то ситуацию исправить. Многие мужчины, которые приходили на консультацию, у них был этот факт поднятия руки на женщину. Ну, это не избиение, допустим, это толкнуть, там, отдернуть и так далее. Я везде наблюдаю это. Но если посмотреть вглубь, откуда это? Вот он же, его же кто-то научил этому, он же где-то это видел. Понимаете? То есть мы должны понимать, что он это видел в семье. И это было определенной нормой где-то. Ничего страшного, папа тоже где-то там толкал мать. Значит, это тоже можно. Понимаете? У него есть в голове определенная форма реагирования, которую он где-то получил ее. То есть где-то он ее разрешил. И бывает такое, что когда он толкнул и уже жена подала на развод, например, он уже переосознает, переосмысливает это, работает с психологом, с психотерапевтом, например, и он в корне меняет свою стратегию поведения. То есть никогда к этому не возвращается. Получается, да? Нет такого, что раз ты поднял руку, значит, ты всю жизнь будешь поднимать. Нет. Это ошибка. Все-таки нет, да? И ошибку может совершить... Это очень редко, да. Редко, но все-таки исправляется. Каждый человек, поскольку мы на ошибках учимся, мы понимаем, что нет людей, которые не ошибаются. И в этом контексте, конечно, есть свои грани, есть свои рамки, которые надо, конечно, прослеживать для самого человека. То есть, в первую очередь, его спасение, да, это дело рук его самого. Ну, какие страхи вот у этих мужчин, которые... Ну, вот только модель поведения в семье? Ну, это же пакет убеждений, допустим. Если сейчас вот... Представляете, почему человек поднимает руку на женщину? Потому что женщина начинает что? Где-то выводить его тоже. Он же не приходит, не бьет, и просто так обычно. Как это бывает? Ну, бывает, наверное, такое, да? Слово за слово, обидные слова. Вы знаете, наше агентство по статистике проводит такой опрос среди населения. И там спрашивается, как вы считаете, за что мужчина в праве ударить женщину? В праве? В праве, да. Может ударить женщину. Тоже вопрос. И раз в вопрос. И представляете, и там такие ответы, что он может ударить ее за то, что она не следила за ребенком. Ладно. Не следила, значит, у нее подгорела еда. То есть даже за подгоревшую еду многие женщины, в том числе, считают, что муж в праве убить женщину. И другие там, что она поздно пришла или там опоздала, или там с гостями не так разговаривала. Тоже такие причины есть. Но это просто удивительно, что у нас в Казахстане еще вообще допускается, что женщину можно бить. Какая бы причина ни была. Это же глупо. Как вы говорите, сами женщины же в это верят. Сами женщины в это верят. Да. Вот это вот и есть проблема, да, по сути. Но на практике они говорят, что все равно я пришел, она мне что-то сказала. Да, не так. У Бешенбаева все равно видно же, что они же тоже придумывают себе. Он же там придумал ее связь. Она говорит, не было, не было. Он говорит, нет, было. Ему надо, чтобы было. Он тоже, ну, ведет себя как и абьюзер, и жертва, да. Ему надо, он же какую-то себе придумал картинку, ему надо тоже быть жертвой. Да, и заставляет ее осознаться в чем-то. Да, в чем, в того, чего не было. Но мне кажется, даже если это было, это вообще никакого значения не имеет. Нет, это конечно. Он не может поднимать руку на женщину. Это как дважды два. Нет, нет. Но когда говорят, что все равно большинство насилия происходит, потому что женщина что-то говорит, я думаю, насильник, он тоже, он как, там есть, это как танец. Они друг друга, жертва и насильник, они там уже у них все сплетено. Он ее провоцирует, чтобы она сказала. Она говорит, потом провоцирует, чтобы ударили. То есть это вот, это очень сложный клубок. В корне насилие, это уже признак слабости, это признак отсутствия контроля, это признак уже крайних степеней реакции, да. И поэтому, конечно же, это никак не оправдывается. И это должно быть наказано однозначно. То есть в этом нет даже... Да, конечно, мы не должны оправдываться, но вот то, что вы говорите, все равно большинство на кушетке у психотерапевта, они говорят, что все равно женщина что-то сказала. Они чувствуют, да? Ну, конечно, есть у всех свои какие-то причины. Да, каждый себя, каждый оправдывает определенного. Конечно, мужчина не имеет права этого делать, однозначно. Но... Весь в соцсетях мы должны все время дисклеймеры давать, потому что это же вырывается потом, да, вырывается из контекста. Конечно, не имеет... Это вообще... Да, это однозначно. Это большая ошибка. Но вот, говоря об истоках этого всего, конечно, все равно социально-экономическое положение имеет значение. И вот случай Бешимбаева, это, мне кажется, из ряда вон. Потому что вот все-таки в высокообразованных и в высоко... ну, богатых семьях, наверное, все-таки это происходит гораздо реже. У них, может быть, чаще бывают такие индифферентные отношения, но такие, чтобы прямо человек делал побои, этого нет. И даже вот, если смотреть на мировые какие-то, вот, например, в Африке, где-то 2,8 на 100 тысяч населения в среднем делают такие побои. А в России 3,3, то есть это даже в среднем больше, чем в Африке. Но в Европе это 0,6. То есть это все-таки говорит о том, что чем развитием страна, чем более какие-то есть нормы и более высоко... ну, не то, что там... то есть доходы у населения больше, все-таки это каким-то образом сказывается. Это, наверное, сказывается как-то. И в культуре должно быть заложено. Ну, мне кажется, что здесь важна не сколько финансовая сторона, а сколько именно пакет убеждений, которые мы имеем. Вот те ценности, нравственные, морально-этические ценности, которые мы имеем в обществе. Вот если вы посмотрите, есть такое пословице «Бойся того, кто Бога не боится». В контексте «Кто Бога боится, это кто?» Это тот человек, который имеет убеждения, ограничения какие-то. Он не боится жену, он боится Творца, например. Поэтому он... Бои счастливы. Да. Я к тому, что мы все равно сейчас наблюдаем, что, допустим, вот та же семья Бешенбаевых, это же не бедные люди. Я и говорю. Да, это люди, у которых было все. Да, по сути, да. Скорее, как исключение. Да, это нетипичная семья. И здесь, наверное, не нужно связываться с финансовой стороной, потому что есть люди, у которых довольно средне живут, но очень морально на высоком уровне, на духовно высоком уровне живут, например. Поэтому здесь нужно развивать духовные ценности. Ценности семьи, например. Вот мы видим, что в Европе, например, сейчас тенденция какая к семье? Семья теряет свои ценности. Это 0,6 насилия. Смотрите. Да, это речь идет об убийствах. Мы можем, да, убрать... Ну, там вообще семьи мало, да, по сути. Вот мы сейчас все говорим, да, там, если сейчас сравнить, сколько там браков официально регистрируется, и нашу страну сравнить, то мы будем в разы выше, чем Европа. Но у нас потом разводы... Нет, это на 100 тысяч населения все равно, да. Но, скажем, в США вот эта цифра, она где-то один... А, нет, 2,6. 2,6 она... То есть это достаточно... А, не в США, а в Америках, то есть это, включая Латинскую Америку, то есть это довольно высокий показатель. Как это могли они статистику в роддерии брать и США, и Латинская Америка, это очень странно, потому что это очень разные общества. Они берут в целом прямо континенты Африку, Америки, Европу, и там нет отдельно Казахстана. Северная Америка должна быть, и Южная Америка. Ну, это я им передам. Это же очень разные. Это разные. Кстати, Центральная Азия, тоже Казахстан, и Таджикистан, и Узбекистан, очень разные. Но вот самое удивительное, что, например, мне кажется, Казахстан в каком-то смысле похож на Монголию, да, и каким-то укладом, или чем-то, но там очень, тоже высокий процент вот этих насилия. Высокий процент? Да, 2,6, ой, 2,5, а в Казахстане полтора, то есть намного. Я думаю, это настолько многофакторная вещь, что вот просто вот каким-то одним показателем замерить сложно. Нет, это просто убийство, это убийство на 100 тысяч населения женщин. Убийство женщин. Есть общие знаменатели, да, есть общие знаменатели. Один из них мы нашли, это детство все-таки, да, то есть вот абьюзер, насильник домашний, но как и жертва, они не могут происходить из семьи, где была любовь, гармония, так? Да. Все-таки. Видите, один общий знаменатель есть. Я в этом глубоко убежден, что та среда, где вырос ребенок, она определяет. Если вы скажете это матери Бешенбаева, она скажет, что они его очень любили, и это был их любимый сынок, и что там была гармония и любовь и так далее. А муж ее обижал? Вполне возможно, что тоже не обижал. То есть мы сейчас, мы сейчас говорим очень гипотетически. Вполне возможно, что там были нормальные, хорошие отношения. Говорим просто, да, на тех ценностях и на том опыте, который мы как бы видели, поэтому предполагаем. Мне трудно, вот то, что я видела на видеозаписях, мне трудно представить, что он вырос в гармонии, где отец уважал мать, и он видел это все. Кстати, это очень интересно, почему он единственный. Это очень не характерно. Он единственный сын? Он единственный сын для южной семьи. Это очень не характерно. Это вот тогда, скорее всего, это просто он был очень разбалованным, и вполне возможно, что у них, может быть, и формально была какая-то любовь и гармония. Если говорить в контексте, допустим, родительских отношений, то почему один, например? Вот тоже вопрос, да? Почему? Как вы можете? Ну, так случилось. Я не осуждаю ни в коем случае. Я просто с самого начала у меня это встал вопрос. Все равно, потому что семья Шамкента, она традиционная все равно семья. Вот если посмотреть на отца, на мать, это такие люди традиционалистского уклада, да, и видно как-то убеждение, и один сын. Ну, интересно. Просто, ну, просто я имею право. Ну, интересно, это как-то не характерно, это нетипично. Это нетипично, но это может быть беда этой семьи, это нельзя сказать, что это... Ну, мы же оценку выносим, просто это... Мы не оценим ни в коем случае, но мы видим, что те семьи, где детей больше одного, дети более гармонично развиваются. Вот надо тоже это отметить. Почему? Потому что ребенок, когда он один, он видит только определенную форму отношений. Когда их двое, ему надо уже там делиться. Да. Когда их трое, надо уже о ком-то заботиться. Человек уже не может вырасти эгоистом, если он из многодетной семьи. Да, шанс уменьшается в этом смысле. То есть, более гармонично, когда семья... Более гармонично, но не сказать, что он был лишен любви. Мне кажется, что... Но я еще читала, что когда дети, вот если их двое, трое, то есть дети в трудных семьях, где родители, ну, либо алкоголики, или там друг друга насилие очень тяжелое, да, они становятся невероятно близки. Либо вообще очень близки. То есть, потому что они видят друг друга опору. Объединяются против родителей. И даже есть в Америке же пример, фильм снят по известной, где сестра, чтобы вызволить брата из приговора, его приговорили, он не был виноват, его на длительный срок. Она даже поступила в школу, там, полиции. Там, она потратила 15 лет, развелась с мужем, муж от нее ушел, потому что он уже не выдержал. Она развалила свою семью, но она брата вызволила. И они из очень трудной семьи. Это реальный кейс. И там даже вот звучит на суде, что они невероятно близки, потому что они выросли тоже вот в атмосфере. Но там они друг друга поддерживают, да, то есть уже меньше шансов стать кем-то там монстром. Если посмотреть на отца, на мать, это такие люди традиционалистского уклада, да, и видно как-то убеждение. Наш приход, наше общество в традиционные ценности, казахские, в религиозные ценности, оно, по сути дела, улучшит, я думаю, что и вернет нас к тем ценностям, уважения, к семейным ценностям, и так далее. Надо вернуться. Это так удивительно, что вы сейчас говорите, вот такие вещи, потому что на самом деле мне кажется, что вот это равноправие, оно совершенно нормальное. Когда есть эта модель, вроде как и насилие, правда. Если вы стали свидетелем такого, вы должны сообщить, и вы, пример Байжанова, сейчас неизвестно, насколько его осудят, но он будет все равно о том, что он не донес. Скажите, вот абьюзер и его жертва, они сами самостоятельно могут выйти из вот этого вот капкана или ямы? Сама тюрьма тоже, очень сильно трансформирует, я думаю, человек, кроме психологов. Опять-таки, мы должны тоже подметить, раз разговор завели, то есть лучше, конечно, иметь побольше детей. Это более гармонизирует отношения, и дети уже растут в состоянии, когда они заботятся друг о друге, помогают друг другу и так далее. Вот. В целом, надо еще раз отметить, я еще раз если позволите оговорю, то есть наш приход нашего общества в традиционные ценности казахские, в религиозные ценности, оно, по сути дела, улучшит, я думаю, что и вернет нас к тем ценностям, уважения, семейным ценностям и так далее. Надо вернуться, потому что сейчас мы оказались на таком распутье, когда у нас есть европейские ценности семьи и наши казахские, да, и плющи советские добавились. И вот мы находимся, вот посмотрите, вот наши семьи находятся в состоянии, где вроде бы есть гендерное равенство, мы говорим, ответственность равна между матерью и отцом, например, а в то же время то, та организация, в которой есть два ответственных, равноправных, там нет ответственных, это закон управления. Не может быть два президента, не может быть два руководителя, допустим. Всегда должен быть кто-то один доминанта там для того, чтобы это развивалось дальше, например. И вот эта ценность наша 50-50 на 50, она тоже начинает расшатываться здесь. И семьи, где у нас есть равное, допустим, отношение, ну, в кавычках, опять-таки, они имеют тоже определенные перегибы в той или иной степени. То есть вы считаете, патриархат должен быть? Я считаю, что должен быть один ответственный, кто решает. Вот для того, чтобы эта организация, семейная организация росла и развивалась, должен быть один центр принятия решения. Это так удивительно, что вот что вы сейчас говорите, вот такие вещи, потому что на самом деле мне кажется, что вот это равноправие, оно совершенно нормальное, и оно как раз оно не говорит о том, что кто-то в семье должен быть обязательно один главный, а второй не главный. И то, что это фактически те, которые, ценности, которые действительно были в нашем традиционном обществе. И что там был глава семьи, и была жена, которая знала свое место, и была Килин, которая знала свое место. Это четкая иерархия. Но эта модель, она сразу все равно и приводит к тому, что, понимаете, когда есть эта модель, вроде как и насилие, правда. Потому что, если есть доминант, а кто-то там, у жена что-то сделала не так, ну он же должен нести, он же должен корабль направлять. Дело в том, что вот эта проблема семьи Бешимбаевых, она возникла не сразу, это проблема накопительного характера. То есть, они шли к этому долгие годы, развалины браки в нем и так далее. Это же не один брак, не первый брак. Его вот эта проблема, ведь проблема была не только с этим делом, у него была проблема с государством. Да, он был осужден за какие-то коррупционные дела до этого. И мы же понимаем, что это проблема, которая не решалась. И вот в обществе, где есть четкая иерархия, где есть главный папа, который взял на себя ответственность, допустим, от защиты семьи, например, где мама отвечает за свою, допустим, какие-то женские, допустим, ответственность, рожать детей, воспитывать и так далее, там, где есть четкая иерархия и ясность понимания ролей, там подобных ситуаций наименьшее количество возможны. Это вообще настолько меня удивляет, что мы об этом говорим. Смотрите, у них, у Бешимбаева и у Салтанат она не работала, он ей приказал, не работать, она не работала, он давал ей деньги. У них как раз была вот такая очень традиционная семья. Вы сейчас пытаетесь в одну кучу скинуть и показать, что традиционная семья это семья абьюзера? Нет, это не так. Даже если это не абьюзера, вы сейчас говорите о том, что да, надо вернуться в традиционную семью, где у женщины есть свои женские обязанности, а у мужчины есть свои, а на самом деле это не так. У женщины может быть вполне нормальные обязанности построения семьи, И даже если эта женщина не замужем, она все равно может быть счастливая и нормальная семья. А разве я об этом говорю? А вы говорите как раз о том, что у мужчины он должен быть главным, а у женщины какие-то свои обязанности по поводу воспитания детей и так далее. Тогда вопрос. Но это не так. Если есть компания, организация, если там нет четкой иерархии, она способна к развитию и существованию дальше? Хорошо. Нет, нет, семья это не компания. Компания существует в условиях бизнеса, конкуренции рыночной. Это очень сложно. Я говорю как руководитель компании, которая бывает, приходится там что-то жестко требовать. Семья, она не живет в рыночных отношениях, в смысле она не должна победить там соседей за стенкой. Вот мы должны купить больше машин, чем они, понимаете, там пуки стенку побольше. Вы почему-то смотрите, мне, конечно, не хотелось бы сейчас переводить спор. Да, вы знаете, да, мы с вами еще относительно традиционной семьи, давайте встретимся как-то, да, вот когда это будет. Да, без проблем. Сейчас хотелось бы все-таки, давайте вернемся к суду. Еще очень важный вопрос к психотерапевту. Вот у вас 6 лет, да, практика? Да, до этого врачебная практика, а не психотерапевта. Скажите, вот абьюзер и его жертва, они сами самостоятельно могут выйти из вот этого вот капкана или ямы, в которую они попали хорошо из-за своего трудного детства, из-за примеров, которые они видели. Но самостоятельно из этого можно выбраться? Усилием воли, вот там перерос. Конечно же, самостоятельно люди могут выйти из любой ситуации, если они осознают эту проблему. Если они осознают, что эта проблема есть, то возможность выйти из этой ситуации у них есть. Проблема заключается ровно тогда, когда люди не осознают эту проблему, когда они не признают, что у них есть проблемы. Когда они вот, в этом и отличается вот психопатическое поведение. Простой историчный человек, психопат, не осознает проблемы. Вот есть, условно, если разделить на невротиков там и психопатов, и психопатологи, например, то психопат это человек, который не осознает проблемы. Ему кажется, что все правильно. И вот в этом патологии. Понимаете, да? А другое дело, у большинства людей у нас это не психопатическое поведение. У большинства мы понимаем, что где-то там поругались, где-то перегнули палку. А потом чувство вины. И мы осознаем, что мы совершили плохо. Который тебя разъедает. Вот такие люди способны решить эту проблему. Но если человек не признает проблему и упорно отстаивает свои позиции, то это уже проблема. И самостоятельно, скорее всего, он не выйдет. Ему нужна помощь. Ему нужна помощь, да. Но даже второй тип, который осознает, это же тоже можно. Ты осознаешь, что ты сейчас неправильно поговорил. Надо было по-другому. А потом повторяешь. Тоже без помощи, значит, не выбраться. В принципе, если так просто, то человек, осознающий проблему, он ее всегда обычно решает. Бешимбаев осознавал? Как вы считаете? Вот это вот его все... Там же и психолог была, да? Он психотерапевт. Ксения или там гадалка. Ясновидящая, там Таро. То есть вот как раз осознавал человека. Они там же были. А к астрологу ходил, он же к Салтанат пошел. Ну, может быть, он ходил с другими проблемами. Мне кажется, его тип личности — это очень незрелый. И то, что он как раз обращался вот к таким людям, он таким образом перекладывал ответственность себя на вот этих. То есть когда нужно было действовать и оказывать помощь Салтанат, он перекладывал ответственность на эту гадалку, да? Что она скажет. Раз она сказала, пусть поспит, и все, это ее ответственность. И когда он не обнаружил пульса, он звонит ей последний раз и спрашивает, что делать. И когда она ему говорит, вызывай скорость, он все равно не берет на себя вот эту ответственность. И скорее всего, то есть, ну, это в той ситуации, а до этого он же к ней обращался, там тоже, наверное, было постоянно перекладывание, да? Как мне поступить, да? Что мне сделать? Это еще и инфантилизм тут уже, да? Да. Нежелание, да? Да, я согласен с вами, что это незрелость однозначно. То есть, поэтому проблем там куча, скорее всего, да, которую, я думаю, уже оценку дали психотерапевт судебный. Поэтому однозначно там есть незрелость. Они дали, что нарцисс, да? Нарциссизм? Еще? Нет, нарциссизм это то, что он самолюбуется, он все время, даже он когда разговаривает, он все время любуется собой. Вот он, когда ему дают слово, да, он же практически не может остановиться, и для него это как бы показать себя во всей красе. И он поэтому выбрал суд присяжных, чтобы показать именно себя, и он знает, что у него прекрасный голос, очаровывающий людей. Мне кажется, жутковатый какой-то. Нет, нет, на самом деле на женщин действуют. У него там прекрасная внешность, он там спокойно рассуждает. И когда ты видишь, насколько это противоречит вообще фактам, что он может рассуждать и говорить, что все прекрасно, и что все он просто не понимал, а на самом деле в это время его жена хрипит и фактически умирает. И это просто, когда вот эти две реальности соединяешь, просто удивляешься его цинизму, вот всей его вот этой речи. Я не знаю, можно ли сказать, что он не осознавал этого. Мне кажется, он достаточно рационален. Он не осознает только больной человек, которого направляют лечебницу. Да, он достаточно рационален, и он продумывал всякие пути отступления, пока, конечно, он забыл про эти видео, которые там были. И когда он уже увидел, что эти видео появились, и там их показывают, и он сначала начинает от них отнекиваться, что это какая-то подстава, кто-то там прислал ему на телефон. Но на самом деле это же видно, что когда он уже осознает, что это, вспоминает, что действительно он это сделает, этого не отвертеться, он начинает тогда опять эту ответственность перекладывать на салтанат, что она его вывела. И этим он объясняется всей его реакцией. Но вот это постоянное перекладывание на салтанат ответственности за произошедшее, о чем это говорит? Это говорит о его незрелости как раз-таки, это детская позиция, ребенок постоянно видит вину в ком-то, даже мы видим, что есть взрослые люди, да, уже, ну, с детской позиции. Когда они перекладывают ответственность, не берут на себя ответственность, не решают проблемы, а пытаются постоянно переложить на кого-то, она виновата, тот виноват, этот виноват. До последнего, причем, вот уже суд, уже она убита, все равно. Да, ну, это то, что мы видим, да, на поверхности, на то, что нам показывают. По факту, да, это незрелость однозначно. Скажите, вот этот вот диагноз психопатический, да, нарцисс, нарциссцизм, он как возникает? Нет, это, мне кажется, нарциссизм, это вообще черта личности, и она присутствует у многих. Это даже типично для многих актеров или певцов, там, они часто ищут как раз путь на сцену, чтобы воплотить вот это удовлетворение вот этой черты, чтобы получить какую-то обратную там славу или что-то такое. Я думаю, что в любом из нас, и в вас, и во мне это есть. То, что произошло, причиной не является этот нарциссизм, однозначно. То есть там, да, это комплекс факторов, которые привели к этому однозначно. Просто поскольку они поставили такой диагноз, и я посчитала, что, ну, вот они сказали, ну, не диагноз, как оценку, да, личности. Да, это оценка их. Ну, они, понимаете, они поставили диагноз, который не освобождает его от ответственности. Ну, да. Да, то есть это не значит, что будет какое-то смягчающее обстоятельство. Я думаю, что это такое дело. Ну, это не является самой основной проблемой, то есть там более глубже все, да. Я не знаю, как он мог работать на таких ответственных постах вот с таким типом личности. И именно по этим объясняется тем, что он ничего не достиг ни на одном из постов, да, и неизвестно, что он там интересного сделал. И практически сразу после учебного заведения сразу его поставили на какие-то руководящие должности. И я представляю, что он, все его вот эти совещания, скорее всего, и были опять такими же перекладываниями ответственности на одних или других и неспособностью принять какие-то там решения. Я не знаю, это так трудно вообще представить, что у нас в государственных органах могут работать такие люди, которые... Я вообще слышала, что очень многие люди там советуются с ясновидящими именно... Ну, об этом писал и Султан. Есть просто как факт. Об этом писал и Султан Азербайев в Фейсбуке. А, да? Да. Что такие люди есть, да? Ну, не такие люди, он про свою семью писал. Это так удивительно. Он писал, мы же следили этот 2000, какой год, 18-й, 19-й, он об этом писал в Фейсбуке, что там окружение гадалок, колдунов, но это никогда не было секретом. Это никогда не было секретом. И я думаю, да, это не самое страшное, да, в этой ситуации. По поводу вот вообще этого судебного процесса, вот что можно сказать? Там очень много лиц, да, приходят, там персонал знал, люди, вот брат двоюродный Бешимбаева. Что-то можно сказать тоже с точки зрения, извините, мы же тут сидим как консилиум, да, такой, тоже такую оценку. Там на одном из судебных заседаний, когда читаешь, то есть все знали, что он ее бил, и это продолжалось долго, там и дома бил, там что-то в простыне была вся в крови, в ресторане даже переписывались администратор с рабочими, он говорит, они там, там все снесено. То есть это тоже терпимость такая, да, она тоже на чем. То есть у нас получается еще и общество травмы. Конечно, ну мы же видим, что получается, что это определенный срез общества, как мы вначале сказали. И мы видим, что вот он же делал все это на людях, видели многие люди, как он избивал ее, и причем уже там это не один раз было. Но если мы терпим, смотрим на это, я говорю, значит, общество глубоко травмированное. Это же все равно, как говорят, вот человек, его психология, а на самом деле там все масштабируется, есть психология общества, народа, да. И то есть если человек бывает травмированный, значит и общество, оно тоже, оно общество бывает травмировано. Значит, у нас травма есть? Да, я думаю, что мы общество, которое сейчас активно трансформируется, и мы входим, да, подстраиваемся под современные реалии. Мы ведь наблюдаем сейчас, допустим, развитие социальных сетей во всем мире, но при этом социальные отношения только ухудшаются. Прямого отношения общения нет у нас. У нас уровень прямых контактов, живого общения падает все ниже и ниже. С этим связана, конечно, группа заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, например. Есть исследования Мичиганского университета, которые провели исследование и пришли к выводу, что социальная изолированность, как фактор, вызывающий болезнь сердечно-сосудистых заболеваний, выше находится, чем курение, алкоголь, неправильное питание и адинамии вместе взятые. Представляете? Американцы это доказали. И вот я к тому, что это проблема общества в целом. И причем не только казахстанского. Мы видим, что это... Ну, мне трудно представить такое, ну, давайте, скажем, самая благополучная Швейцария, Швеция. Мне трудно, я не могу представить себе такое, что там... Я думаю, что сейчас после вот этого случая люди перестанут так спокойно относиться к вот этим признакам избиения и признакам насилия. И, ну, я думаю, что государству и школе, и общественным организациям надо больше все-таки уделять этому внимание и говорить, что если вы стали свидетелем, даже такие где-то вот, я не знаю, рекламные щиты или там, я не знаю, по телевизору об этом говорить. Если вы стали свидетелем такого, вы должны сообщить. И вы... Пример Байжанова сейчас неизвестно, насколько его осудят, но он будет все равно о том, что он не донес. Он единственный фактически несет ответственность. Но там же были, как вы говорите, и официанты, и маляры, и плотники, которые все могли в тот или иной момент сказать об этом, заявить, и, может быть, трагедии бы не случилось. Но именно вот эта трагедия, она дала такой большой резонанс, и я думаю, что теперь будут эти вещи меняться. Относительно свидетелей, там вообще неясная роль и Гульнары, блогера Насарбековой. Вы думаете, она знала об этом? Я вообще ничего не знаю, я не могу понять. Потому что я просто читаю комментарии, оказывается, даже вот это послание «Розы, ты пахнешь розами», оно имеет какой-то зашифрованный смысл, да? Что типа улики? Ну, видите, в одном из пьесы, и потом был снят фильм, и там как бы, что улики уничтожены. Но вообще это выражение означает, что ты на коне, и ты, значит, типа победишь. Ну, это нам не ясно и неизвестно, но это ясно им, и они понимают друг друга. Я просто к тому, что еще в американском, ну, это правосудие, это не совсем нашей темой касается, потому что мы же как бы по психологии, социологии, да? Да, но в американском правосудии, хотя к социологии это касается, например, они бы так это не оставили. У нас такое впечатление, все равно следствие, оно решило, ну, вот Байжанова и то, и его-то взяли, да, хорошо. Остальных просто не хотели, потому что, как бы, чтобы и так столько волн, да, столько кругов по воде, а тут еще это усугублять, еще вести следствие. И у меня такое впечатление, что просто там не стали никого больше брать, а так-то, ну, там многие знали, что происходит, даже администратор, почему она удаляла видео, там официанты какие-то ходили. То есть не просто избиение, а когда уже видели, что это, ну, уже становится опасно, человек может умереть, да, эта роль блогера, она тоже, она непонятная. Зачем он ее вызвал? Зачем она приехала? О чем они говорили? Действительно, про рекламу он захотел поговорить без шимбаев, что ли? Ну, он же говорил, что этот, они хотели продвижение своего ресторана и так далее. Нет, не в этот момент, они договорились об этой встрече задолго до этого, и это как бы было, как раз блогера уменьшилось. Я не трогала, да. Но следствие просто, я к тому, что, видите, у нас настолько ситуация общества в этом отношении пассивная, что даже следствие, оно решило просто больше кругов, оно не стало брать ничто больше в расчет, оно не ставило вопросы, почему, почему, почему. Оно просто ограничило, все, обязательно, мы больше ничего, остальные все свидетели. Я думаю, что сейчас, например, в наших домашних чатах, если будет, ты услышишь какие-то там звуки насилия, переворачивание мебели, то сейчас уже люди спокойно будут вызывать и полицию и так далее. Потому что до этого, может быть, мы так, соседи еще думали, что нет, потерпи, может, обойдется, да, или там это семейное, не надо вмешиваться в дела семьи. А сейчас ситуация меняется. И я очень рада, что вот этот процесс носил такой открытый и всеобъемлющий характер. И я думаю, что каждому надо это посмотреть, просто каждому. Что именно суд? Вы считаете, что это суд? Это суд, и что несет ответственность даже тот, который просто стал свидетелем, просто стал, ну, такой, как Байжанов. У нас ведь даже полицейские часто не несут ответственности за, вот, в деле этой Индиры Тургибаевой, или когда ее девушка все время там на протяжении скольких-то лет просила, чтобы ее оградили от ее мужа, и в конце полицейские ничего не предпринимали, и в конце концов ей там в лицо вылили эту кислоту. И здесь полицейские не понесли ответственность, вот, хотя они обязаны были предпринять какие-то меры, чтобы этого не случилось. И если полицейские не понесли, то простые люди вообще, почему они должны что-то делать? Нет, вот они должны, мы все должны, мы все должны говорить, что там разбито окно, там напали на женщину, там ее избивают, там, я не знаю, даже если это происходит в каких-то общественных местах, и часто это бывает в каких-то ресторанах, и мы видим, как женщину там может мужчина выгнать, ну, не избить, но там что-то сделать с ней, толкнуть, оставить ее, уехать на машине. У нас вообще, давайте скажем так, не только на жену, у нас мужчины легко поднимают руку на женщину. Легко, да. У нас много, не просто когда жен бьют, но самое смешное, что, ну, не смешное, а какой-то вообще абсурд, что домашнее насилие это теперь приняли, и оно и общественный же резонанс, но сколько дел, когда на улице мужчина бьет вообще незнакомую женщину и отделывается там пяти сутками, то есть вроде как теперь жену свою нельзя, потому что вот, ну, уже нет, а чужую на улице ничего, пять суток отсидишь. То есть мужчины у нас легко поднимают руку на женщину, есть такое, к сожалению. И это должно быть общественное порицание, общественный протест против этого. А вот Жабек Жалдасова, она популярный такой психотерапевт в сети, в фейсбуке, она написала, что еще в начале процесса, что вот это вот все дело повлияло как-то на мужчин, потому что у нее и ее пациенты, женщины говорят, что поведение мужчины изменилось. Мне интересно, насколько оно может быть продолжительным. То есть это же может быть просто ситуативно, да, как когда… Временный эффект. Да, временный эффект такой. То есть вот такой вот тип мужчин, они же все равно возвращаются, да, к своему… Я думаю, что вот я хочу в это верить и думаю, что этот процесс уже запущен, который не остановится. Мы, на самом деле, вот наше общество и семейных отношениях, оно постоянно идет в трансформацию. Этот процесс идет и так, исходя из изменения, да, всего мира, там, все, что нас окружает. И эта ситуация внесла большие корректировки в это. И поэтому думать, что это временный какой-то эффект – нет. Скорее всего, я думаю, что это поменяет многие вопросы в семейных отношениях. Я даже сталкивался с ситуацией после этой ситуации, там, много женщин начали приходить на конституцию с мужьями, говоря о старых своих проблемах. Вот он меня когда-то бил, я не могу простить, прошло уже пять лет. И вот эта ситуация, вот это подняло вот это состояние и позволило ей опять это вспомнить, не проглотить это и молча страдать, накапливая там агрессию и так далее. А именно сказать об этом открыто, прийти к психотерапевту, выложить это. И это тоже позитивный фактор, как я думаю. Понимаете, да, это кажется на первый взгляд, что это там негативно влияет, но это бомба замедленного действия в семейных отношениях, когда есть непрожитые, непроработанные травмы, которые накапливают в себе. А вот что вы скажете, поскольку мы встретились, вот депутат Турлханов, у него и сын, младший, старший, средний, отмечен домашним, вообще в насилии, один жену там, другой на улице женщину, третий девушку, племянник тоже. Вот осенью они записывали там извинения, она тоже в полицию вызвала. А когда в одной семье, это уж точно же, да, диагноз? Значит, депутат наш Турлханов, уважаемый, он все-таки тоже на жену свою поднимал руки? Я, честно, не знаком с этими людьми, мне сложно комментировать, откровенно говоря. Но по вашей гипотезе выходит так. Традиционные, а не традиционалисты. Южане, все южане. Вопрос-то не в южанах на самом деле. Я тут не то, что южане, а именно традиционалисты, более традиционные. Да, и тут тоже, это тоже вопрос индивидуального характера, то есть насколько у него правильное восприятие традиции, да, насколько он придерживается их. На вид-то мы все там пытаемся так или иначе подстраиваться под ситуацию. Но внутри, на самом деле, есть ли это в семье? Ведь бить жену, быть абьюзером, это к традициям никакого отношения не имеет вообще. Наше общество казахское, оно не отличается этим. Я еще раз повторюсь, наши предки, вообще тюркские народы, наши религии, наши традиции, женщину возвышали всегда. У нас нет традиций, как женщину там бить, говорить. Вот имаму это надо сказать, сейчас гуляет ролик нашего казахстанского имама, который объясняет, как бить женщину. А, да? Правильно, там, да. Абсурд, конечно, да. Он говорит, палка должна в доме висеть, на видном месте, чтобы женщина помнила. Ну, я не знаю, в религии тем более этого нет. А вот такие случаи, как с Турлухановым, там с семьей, это может быть еще у нас вообще, вот в Казахстане, не только у них, проблема еще и не в традициях, а именно в неправильном понимании культа мужественности, культа силы. Вот Турлухановы, они все качки, они все борцы, там, боксеры, да. И вот это вот неправильное понимание силы, что в любой ситуации дерись, хоть там женщина, хоть что-то бей. И, кстати, я, когда писала об этом пост, там приходили защитники. И, например, у нас случился такой диалог с реальным человеком, не с ботом. Он пишет, ну, вы же видите на видео, вот там один из случаев, где средний, по-моему, он уже свою девушку побил, что-то она ночью к нему пришла. Он говорит, она же сама, она на него, смотрите, вот что-то ему говорит к нему агрессивно так. Я говорю, а как, что в ответ, значит, можно, даже если она ведет себя, женщину ударить. Он говорит, а что ему делать, убегать, что ли? Я говорю, знаете, да. Ага, ну вот если женщина ведет себя неадекватно, ну, мужчине, наверное, самое лучшее, это сказать, да пошла ты и убежать, да, так же. А у нас они, он говорит, ну, Нич, как это он убежит? Это неправильное понимание же культа личности, ой, культа силы, да? Это вообще какая-то дикая ситуация. Ну, в смысле, вы считаете, что вот если даже женщину неправильно ведете, а вот что-то там ему доказывает, она что-то, то можно ее ударить. Мы должны понимать, что любая физическая там агрессия, это не признак силы, это слабость. А у нас есть, ну, вот у Турлаханах, вот смотрите, все три сына были замечены в насилии. Племянник, это значит, там что-то неправильно же, культ силы идет, а они, я почему на них зациклилась? Потому что вопиющий случай, ну, извините меня, даже у нас, это нечасто бывает, депутат, и у него вот вся семья, они отметились. А они же при этом тоже, это же типология, это же архетипы. Он какой-то архетип, еще и ролевая модель. Ну, их надо к вам на прием просто записать, пусть они все... Конечно же, если они захотят, то я с удовольствием, да. Последнее, что я хотела бы обсудить, ну, такое вот, наверное, какой-то, он очень отвалительный вопрос. Бешимбаев, он получит минимум 20-25 лет. Не думаю, почему такая цифра. Хотя пожизненно общество требует. Общество требует, но это, мне кажется, что это крайний случай. Вот представьте, были случаи, когда были множественные убийства и с огромной жестокостью. И я думаю, что даже по аналогии, скорее всего, такого большого срока не будет. Почему? Сейчас же ужесточили закон о немашнем насилии. И потом это же убийство с особой жестокостью? Истязание? Нет? Истязание, но я не думаю, что дадут именно такой самый крайний срок. Ну, по крайней мере, я так думаю. Это общество требует, но просто если смотреть на аналогичные случаи, если смотреть на... Ну, просто гипотетически даже представить, что человек совершил гораздо больше в этом... Да, я вас понимаю, что прецеденты были, но у нас, извините, вот за убийство самый любимый срок — 8 лет. Это страшно. За убийство. В США вообще там всегда стоит вопрос о смертной... Там борются за то, чтобы не смертная казнь. Ну, где в Штатах, где есть смертная казнь. А у нас 8-12 лет за убийство. Но у нас же ужесточили все-таки. Ужесточили, но все равно надо думать... Ну, представьте, это как бы семейно-бытовое насилие. Но могут быть и другие, например, где погибло, я не знаю, вот тот же Челых или какой-то. Хотя, может быть, это несправедливо, может быть, это не он, но все равно. И вот его за это осудили на пожизненное. Ну, там было сколько человек, огромное количество и так далее. То есть здесь, мне кажется, они будут смотреть на... Не то, что смягчающую, но вот эту меру они должны выбрать более... Ну, более обдуманно, что ли, чтобы соотносить его с другими кейсами. У нас же не может быть... Тогда получается, что тот, который совершил гораздо больше, получил меньше. Это будет странно. Ну, вы имеете в виду количество убитых, да? Количество убитых, и, может быть, могут быть гораздо более, там, еще более отягчающие обстоятельства. Да, там какая-нибудь расчлененка или пытки там такие, что он... Тоже пожизненное, я не знаю. Ну, как бы в американском, да, правосудие, они уже не судят так, что, типа, ой, вы знаете, там убил несколько человек, дали ему пожизненное или там смертное, а ты вот убил одного, значит, мы тебе дадим 25. Там так не работает. Так не работает. Я думаю, что, ну, максимально возможное будет, но все равно это надо соотносить с какими-то другими кейсами. Мне кажется, что... Ну, да, другие кейсы, просто тут оно, вот это вот сравнительное прецедентное право, оно тут не сработает, потому что произошло изменение законодательства. Видите? Ну, я не к тому, я на самом деле не призываю, там, 20-25 лет, это уже присяжный решат суд, я приму любой приговор, ну, честно. У меня, например... Кроме оправдательного, конечно. Да, о, нет, ну что вы, нет, конечно. Я любую, ну, приму любой срок, который ему назначат, кроме, ну, каких-то совсем оскорбительных. Меня оскорбляют, когда за убийство дают 8-12 лет, особенно детей. Меня это вот уже просто стало триггерить, меня это оскорбляет, и я об этом постоянно твержу, где только могу, что это, ну, что это такое вообще. Тут, ну, давайте посмотрим, что суд скажет, но я к чему я начала это говорить, я хотела узнать, что вы бы посоветовали, вы, как человек, который занимается насилием, изучая, да, это как это в обществе происходит, вы, как практикующий психотерапевт, что бы вы посоветовали всем участникам этой трагедии, самому, хотя он тоже жертва себя, этот Бешимбаев, да, несчастный, жертва вот этой своей жизни, своего, всего. Ему, брату Салтанат, как родителям, и Бешимбаева, как им, что им делать, как им трансформировать, им что-то принять, что менять, какие терапии вы бы им посоветовали? Даже, ну, вот это, наверное, очень странно, да, какие терапии, но, да, я бы хотела услышать, что бы вы им сказали. Ну, как при любой ошибке в таких ситуациях, человек, я думаю, должен, в первую очередь, быть направлен на то, чтобы не повторять их, решать эти проблемы, которые они не решили. Наверняка каждый из этих родителей, родственников пересматривает свою жизнь и думает, где он ошибся, где было что-то не так сделано. Наверняка есть такой анализ у каждого из них, потому что, и здесь, что я могу посоветовать? Обвинять себя смысла никакого нет вообще. Даже Бешимбаев? Почему? Нет, нет, смотрите. Осознавать или обвинять вы имеете в виду? Вы сейчас говорите о родственниках же, да? Я так понимаю, о родителях там. Нет, обо всех. И Бешимбаев. И Бешимбаев, что вот он будет в тюрьме сидеть, у него есть шанс стать другим человеком. Его семья, его мать, его дед. Смотрите, да, с точки зрения психолога. Вы говорите его родным, вы считаете, не надо себя. С точки зрения психологии, самообвинение к результату никому не приводит. Только усугубляет и дальше уничтожает личность. Решить проблему, как и любой человек, подчеркиваю, должен не зацикливаться на обвинении себя, а на том, чтобы признать свои ошибки и решать их, и делать все возможное, чтобы их не совершить повторно. Вот взять оттуда урок. Я вот к этому призываю. Потому что нет людей, которые не ошибаются. Нет таких людей. Все мы ошибаемся, и каждый из нас мог бы оказаться теоретически на этом месте. Не дай бог. Аллах сахтасн. Поэтому здесь что важно? Здесь важно конструктивно подойти к этому, изъять оттуда урок. И, конечно же, наше правосудие, наше общество должно изъять оттуда конкретный урок. Я думаю, это все трансформирует всех нас в целом. То, что мы с вами сейчас об этом говорим, это один из ярких показателей для меня, например. То, что мы сейчас вещаем на публику, на наше мнение. Поэтому что я могу посоветовать? Нужно сделать все возможное, чтобы к этому не прийти обратно. Для этого нужно работать над этим. В тюрьмах есть психологи? Вы думаете, они помогут? Конечно. Сама тюрьма тоже очень сильно трансформировать, я думаю, человека, кроме психологов. Вот, поэтому однозначно будет какой-то пересмотр всего этого. Ну, однозначно хочу подчеркнуть, самообвинять себя, самоуничижать, уничтожать себя, убивать себя, съедать себя, с точки зрения психотерапии, толку никакого не имеет абсолютно. Наоборот, приводит к еще большему деструктиву. Нужно просто искать причину. Надо найти ошибку, признать ее, и сделать все возможное, чтобы к этой ошибке не возвращаться. Понимаете, да? Не залипать в этой проблеме. Потому что зачастую еще хуже преступления, еще хуже ситуации возникают ровно тогда, когда человек начинает в этом залипать, начинает себя обвинять и всех вокруг обвинять. Да? И он приходит к еще большей проблеме. И это с точки зрения психотерапии деструктивно. Я не знаю, мне кажется, вот чего не хватало у Бешимбаева и у его матери, это какого-то раскаяния. Они... Вот мать даже, например, не извинилась, даже не покаялась перед семьей родственников своих. Бешимбаев, он до последнего отрицал свою вину, пока его не приперли к стенке. У них нет этого раскаяния. И вы сейчас говорите, что не надо себя обвинять. Пусть они пройдут через эти муки обвинений, само... Съедание там и так далее. Можно я здесь подчеркну свой позицию? Вы же моих слов говорите. Раскаяние и самообвинение — это разные вещи абсолютно. Вот человек должен раскаяться, они должны покаяться, они должны взять полную ответственность на себя за все, что они совершили. Они должны сделать все возможное, чтобы это исправить и к этому не вернуться. Но это не одно и то же, чтобы винить себя. Вот с точки зрения психотерапии, я подчеркиваю. То есть чувство вины, оно же разрушительное? Да, оно разрушительное. Но он и так уже разрушенная личность. Конечно, это да. В общем, разрушенная личность, мне кажется. Я не знаю, насколько это... Одному творцу, наверное, известно, что его впереди ждет. Но однозначно совет от психотерапевта вот такой примерно. Я уверена, что он будет сидеть, и поскольку у него есть достаточное образование, он там будет... Если даже он будет сидеть не в шикарных условиях, то он будет сидеть в нормальных условиях, и он будет какие-то свои потребности закрывать. И он там даже будет, может быть, я не знаю, преподавать, или что им там разрешается, если он будет сидеть в какой-то такой зоне. То есть вы считаете, шанса нет на трансформацию, изменение личности? Я считаю, что... По Достоевскому, по... Я считаю, что это... Ну, может быть, какие-то могут быть трансформации. Но в целом, что общество должно сделать? Оно, во-первых, должно обратить огромное внимание на вот то, что воспитание. Мы должны воспитывать людей, которые несут ответственность за все, за свои поступки, за свои мысли. И чтобы мы не распространяли вот такие вещи, как та же самая астрология или гороскопы, которые фактически учат нас снимать ответственность. Вот почему человек... Тревожные люди, они любят читать гороскопы, да? Что сегодня произойдет там? И эти гороскопы, они всегда так мягко пишут, что все будет там неплохо, лучше не ходите туда. Но если пошли, ну, не переживайте. Вот обычно, что там в этих гороскопах написано. И они снимают ответственность с какого-то деятельностного такого подхода на вот такое, что кто-то за меня решил. Вот гороскоп мне сказал идеи, и я сделаю. И они уже, люди, привыкают действовать в такой парадигме. Мне кажется, это надо в корне менять и менять отношения и родителей к своим детям, и вообще воспитывать вот эту ответственность везде. То есть и в семье, и на работе. На самом деле мы прекрасно должны знать, как сделать, что надо вызвать полицию, мы должны знать номер полиции, мы должны знать, как оказать первую помощь. И мы в школе должны объяснять, что если вы видите вот такие-то и такие-то признаки насилия у твоего одноклассника, вы должны сообщить это куда-то. И мы должны знать, куда мы можем сообщить. И это не только какие-то телефоны доверия, а это просто даже в полиции должны мы иметь возможность сразу, быстро, какой-то телефон, по которому мы должны это все сделать очевидным, что это происходит. Вот эти все люди, которые там в ресторане, видели это все, но они могли вместе собраться и обсудить вот такое дело. Надо ли нам, что нам делать, сказать администратору, и чтобы все-таки администратор тоже приняла какие-то действия. И она говорит, пусть бы он уехал куда-то на Мальдивы, только не мешал работать. Но это же тоже странная такая ситуация. А этот человек на Мальдивах все равно получает те же самые побои и так далее. Это же не решает проблему. Надо об этом, чтобы об этом мы говорили, и чтобы люди несли ответственность за такое свое поведение. Все, причем и абьюзеры, и свидетели, но и жертвы. Потому что пока жертва не выйдет, из ситуации, вы сами это сказали, я цитирую вас прямо на Новый год у нас, мы приглашали вас тоже на нашу программу, и вы сказали очень хорошие слова, пока жертва не выйдет сама тоже, но ей никто не сможет помочь. Там ни полиция, ни вся армия мира, я не знаю, кто еще, нацгвардия, что они мужа заберут, он вернется. Да, и более того, если это административный штраф был, это еще хуже для семьи, то есть семья не получит эти деньги. Это вообще какой-то замкнутый круг. То есть должны быть какие-то меры, вот, например, этот наш Лепеха, говорит, МВД руководитель, говорит, нет, мы не можем этот законодательный акт принять, потому что у нас не хватает тюрем, у нас негде сидеть, там нам еще нужно 5000 с чем-то дополнительных мест в тюрьмах. Но это же не вопрос, это же, понимаете, это когда встает вопрос о том, ну, действительно, они сталкиваются с тем, что по бюджету им не построили новые тюрьмы, там, сколько-то, 70 тюрем должны были построить, и он это все сводит к вопросу о недостатке инфраструктуры. Это тоже. И понятно, что у нас и гуманизация этого всего, но мы должны каким-то образом решать вот эту проблему, и она настоятельная. Как нам бороться с паводками, и как решать вот проблему абьюзеров. Спасибо вам за искренний разговор, за то, что вы пришли. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, что позвали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok